Мы в аэропорте. В аэропорте. В Москве, значит, в аэропорте. Выживску, значит, в аэропорту. Мы готовимся к длительному 9-часовому перелету. Будет веселый. Нас очень много. Нас очень много. Дяденька Лысый, это не с нами. Если что, это Сережина пива. Да, это моя пива. Если что, ребята, приезжайте. Тут недалеко от Ижевска 1200 километров. Все, мы расслабились просто. 1200 пилили, устали. Сейчас расслабон. Но не забываем про работу, конечно. И про вас, наверное, не забудем. Короче, сидим тут, читаем познавательную литературу, в которой ни хрена не понимаем. Мы единственное, в чем разобрались, это вот в алкогольной карте. И вот оно, сливочное вино, плюм, вайн. Вот именно его мы сейчас будем заказывать. Брэнди попробовали. Водку попробовали. Джин, нет. Что там еще? Пиво не хочу. В Саке, думаю, там попробуем. Вискарь тоже ничего интересного. Вот что хотим. Разрекламированное вино. Сливочное. А, сливовое, сливовое. Ребят, что за хрень? Вот кто скажет. Скай роял. Ой, Анна Сергеевна у нас читает. Японский каталог. Типа, соображаю все. Конечно, я все знаю. Я учила японский. Я учила. Что здесь написано? Гуляю с вашим слоном? Написано, что мужчина, пацаном ведет слон. С огромными белыми пивнями. Ну все. Да? А вот здесь что написано? Здесь написано, женщина-самурай мочит мужика, который очень много выфил. Прямо здесь написано? Мочит мужика. И это, кстати, инструкция к применению. Если твой мужчина много выфил, что с ним нужно делать? Хорошо, что я сегодня бросил курить. Не курю уже 6 часов. А то в Японии, кстати, женщины, имеющие черный пояс по городу. Может спокойно подойти к мужчине и надавать ему лещей. Это в порядке правил. Поэтому я бросил курить, чтобы меня не били. А то и Данюнка не поверит, что меня женщина избила. Да, Анечка? Да. Вот такая красивая у нас стюардесса. Что говорит, непонятно, но улыбается. Вот мы сейчас будем что брать. Винишку. Винишку и едышку. Сушики. Сушики. Девчульки. Мальчульки. Как дела, Анечка? Прекрасно. Но я, честно сказать, уже есть. Да? Да. Японская моя. Африканская. А, не, японская японская. Друзья, когда летишь в Японию, наблюдаешь такую картину. Прикольную. На часах час тридцать семь ночи. А на улице, смотрите, катится вот за какой он здесь. Потому что еще плюс шесть надо перевести, я так понимаю. Очень интересно. Вот такое расстояние, друзья, мы преодолели. Через час тридцать уже приземляемся. Смотрите, какая огромная наша страна. Пипец веще. Летим над Японским морем. Круто. Ну что, друзья, мы подлетаем. Пролетели Японское море. И нам осталось чуть-чуть совсем. И мы на месте. Ну, что тут показывает. Сколько нам до Токио лететь? В общем, вот сюда. Вот она, красотень-то. Может, не красотень, не знаю. Смотрите, друзья, какие снежные вершины. Пролетаем. Прикольно. Короче, в Москве плюс двадцать пять, в Японии вот минус десять. Заходим на посадку, друзья. Все зелененькое. Кабуто и не было зимы. Вон, крестьяне рис сажают. Вот, Тойоты собирают. Вон, Сони собирают. Прикольно, да? Да. Япония. Страна моей мечты, кстати. Всю жизнь мечтал побывать именно здесь. Крутяк. И вот мечты осуществляются. Это, друзья, я так понимаю, рисовые поля. Видите, они мокрые. Багинисты такие все. Затопленные. Сейчас на сразу в аэропорту сушиками накормят. Ну, конечно. Роликами. Лобстерами. Акульевыми плавниками. Смотри, один рис сплошной. Смотрите, видите, нет? Чего ты делаешь, как это рисовые поля. Не мешай. Сыры-то, чего они такие? Смотрите, один рис сажают. На одном рисе, как по ходу дела, ребята живут. Видите, какие участки нарезанные. Как бассейнчики. Круто. Ну, все, друзья, мы садимся. Город Наруто. А, Наруто, по-моему, да? Это аэропорт. Аэропорт Наруто. Продвигаемся на рисовые поля. Ой, как чистенько. Иди, прям иди. Полосы, видел, да, как прорисованы? Ага. Дорога на дороге-то были. Прям аж до поли белые-белые-белые полосы, швачебные. Все, друзья, мы на японской земле. Смотрите сториз, мы вас теперь задолбаем. Если счастливые, после 9-10 часового полета. Самое прикольное, друзья, что дома сейчас 3 часа ночи. А здесь 8 часов утра. Прикольно. Дай нютку ненакрашенную сниму. Ну что, друзья, мы на японской земле приземлились. Наруто аэропорт. Сейчас нас будут встречать с пейерверками, с панфарами, с музыкой. Что нам еще? Наруто аэропорт терминал 2. Это наш самолетик, который вез. Красава. Вообще классно летел. Чики-пики приземлились. Да, нютик? Аккуратненько, хорошо. И машинки, и пушечки. Друзья, смотрели Орел и Решка в Токио. Вот. Видишь, аэропорт такой вот в этих дорожках. Все, идем, идем, идем. Можем минут 5, наверное, 7 идем. Никак до выхода не можем дойти. Противоположен, стоя на посадку. А вот это вся наша банда. Рефлей, воскай. Вы представьте, иду, я такой, иду. И тут шимарданов, вы прикиньте. Шимарданов, вы что тут делаете-то? Как, как, как. Как, как, конец дешмаль. Как, как, конец дешмаль. Мы находимся, обалдеть. Все, встречают нас автобусики. Сейчас повезут, наконец-то, в отель. Отдохнем, покушаем, и пойдем гулять по дневному городу, да, нютик? Ну, не надо мне так притык снимать. А я хочу притык тебе снимать. Смотрите, вот, арифлеймщика вообще сразу видно издалека. Шимарданов, красавчик. Че так поздно-то? Че ты, Роберт, обменял? Ребята, в Японии даже автобусы без водителей, короче, ездят. Наконец-то, все такое пестрое, яркое. Нас повезут. На VIP-места, короче. Это, мисс Токио, 63. Это, цынушки. Все. Аля 90. Смотрите, да, реально, такие носки крутые, пальто со смехом. Шапка. Так, вот такие вот они, разделяяя. А на улице плюс 15. Да, я так понимаю, деловой центр Токио. IBM корпорация. Еще всякое непонятное. Люди подают. Яхточки стоят. Кораблики у всех. Все, я так закрывается. Друзья, видите, Токийская башня? Мы на нее полезем, короче, обязательно. Диснейленд. Дайки и си. Красиво, да? Наконец-то цивилизация. Ну что-то он какой-то маленький, совсем. Токио Скай Три. Какой-то мостик проезжая. Заборами все закрыто, плохо видно. Домики серенькие. Ничего, ничего, ничего примечательного пока я не вижу. Я надеюсь, сама красота-то нам в центре. Вот она, видите, эта башня, Токийская, вот ее здесь лучше видно. Ну, говорят, что она типа большая, но не знаю. Мы вот с девчонками сидим и думаем, что Астангенская выше. У кого каким-нибудь. Вот такие вот у них розетки, ребята. 100 вольт. Видите, да? 100 вольт всего лишь. Тык. Повернул, воткнул. Молюшки такие. Короче, люди вот по низу гуляют города, а все тачки в основном по каким-то такими виадуком гоняют, по мостам. И так далее. Астана пешеходная зона, я так понимаю, где-то вот там внизу. Ну, что, погуляем, посмотрим. Наш Москва-Сити, по-моему, симпатичнее даже будет, а даже Грозный Сити посимпатичнее будет. Как-то все вот однотипно, серо, однотонно. Вот, бог его знает. Ночью может красиво. Ночью проверим. Какая-то арена. Не знаю, что за арена, футбольная или какая. Самое прикольное, то, что все зелененькое. Мне вот это нравится. Очень много, кстати, Toyota электрических ездит. Я вот обратил внимание. Конкретно, ребята, на электротачках гонзовут. Что у нас там еще? Ну, колесико чертовое. Дорога. Надземная у них, как называется, я не помню. Надземное метро. Давайте, я вам поближе покажу. Сентральный район. Очень хорошо. Поэтому, пожалуйста, приготовьте свой смартфон. Все, в другой виадуги, в другом виадуги. Все, виадуги, 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 виадуги. Вон, 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 вон. И подделовой центр. Даже нютка проснулась вон. В просоне сразу сотик схватилась. Вчера мы, друзья, были в Токио. Сегодня мы в Вашингтоне. Завтра нас в Нью-Йорк везут. Вот видите, да? Экскурсовод у нас тот же самый. гид вернее до центральной токио все мы уже подъезжаем к нашему отелю где-то там наверно или там или вот там как ты думаешь анютика в каком мы месте где у нас номер отель то будет тихий океан феда все смотрите как построен над водой и все вы развязки мостовые мосты прикольно короче машина ездит только вот по иди виадугам я так понимаю всем городе люди ходят внизу где-то пешочком прогуливаются притики дороги огонь вам не видно вот мне очень видно отлично вот наш отель наверно наверху на самом видос еще какая-то башня стоит типа эти все закрывают заборчиками не пока не показать вам толком ничего и к стопе товар и скеринь олден токио сбил она уже 1 50 сказала токио tower такие ребят такие домики конечно все очень скромненькие квартирки очень маленькие площади я смотрю вот квартирок у японцев самый на первом месте стоит еда на втором месте стоит одежда как они выглядят и на третьем месте уже где они живут и как они живут понимаете да для них это нифига неважно вот таки дома обычные какие-то неприметные половина даже без окон домики какие-то разнообразные такие интересные одинаково все практически нет так вот и живут те ребята тут наверное олигархи живут типа эйфелевой башни смотрите японская эйфелева башня слишком а липовата конечно куда деваться прикольно центре города внизу красиво все так ухожено вы конечно не были там но я вот вижу просто с высока с высоты птичьего полета как там аккуратненько все будем гулять смотреть снимать конечно все это будем вам показывать наконец мы с мостов этих спустились подводят нас к отелю наконец-то мы с мостов спустились подвозят нас к нашему отельку как бог его знает где он тут не он не ну не это точно по автосалон ferrari надо будет зайти приобрести вот как у какая вам нравится желтенькая или красненькая что-то какие-то велосипеды у них неадекватно дорогие 30 тысяч 20 тысяч и вот перевожу наши рубли за что мопеды стоят раза в два дороже чем у нас их мопеды посмотрите цена 136 тысяч скажу вам жителей жителей токио наконец-то мы спустились до них костюмчиках мужчины все деловые колбасы все сетевики все ходят в намордниках повязках боятся заразиться от туристов или друг от друга не знаю красиво-красиво мужчины все вот рубашка в газу как костюмах мы с собой набрали тут шортов но даже туристы вон видите уже повязках в этих все в костюмах все в костюмах в газу как это полицейские дорожные у них там такие очень красиво все ребята короче вот такая вот какая-то неспешная жизнь я не знаю куда они подевались эти 25 миллионов населения токио в этих зданиях все сидят сейчас вечером вылезут ну посмотрим тачки конечно у них позорно ребят у нас в россии гораздо круче ездит что-то все это старенькая такой вот смотрите вот это вот у них такие такси какого года выпуск вот такие вот автобусики нас такие уже пенсионеры по моему даже не покупают короче без понтов но то не двери электрические поднимаемся мы к отелю к нашему так все зелено все такого rolls royce смотрите ребята как вы или нет это ягуар это ягуар старенький такой крутой дорогучий а вот нас и привезли в наш отель такой вот он черный весь из какой-то темной коричневой черной плитки вы выложен территория территория видимо отеля а нет да белый у нас попутал вот наш отель принц отель беленький красивенький а то вначале какой-то серый непонятный там тоже будет вроде принц отель был красиво на улице беленький привезли нас пока кой швейцарта вышел красивый это наш отельчик вот еще привезли партейку наших ребяток еще одна девушка швейцарка так можно что ли ходить так а у вас мужчина где колпачок вот друзья мы в отеле даже тут бамбук растет обалдеть внутри так клево встречая нас девчатки привет 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 красотка все оккупировали дишь фоткаются тут ребята из разных стран не только россия куча 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 разных близких куча чемоданов все ждем заселения такой классный потолок как из рыбы чешуи сделано как-то так углублено все пошли мы наших аборигенов искать где-то они тут все рассосались по экскурсиям арифлеймов что друзья короче у себя дома не покупать и дошираки всякие лапшу это одноразовую потому что вот настоящая стоит вот так вот это примера 90 рублей не 20 не 15 как у нас в жестких а так около 200 большая хрень доширак ская друзья любители дошираков там бегланчи и всякой прочей лабуды не покупайте эту гадость потому что настоящая она стоит смотрите сколько ну хотя бы вот столько это где-то 150 рублей 1 штукенция у нас продают порядка что-то за 15 пошли мы с девчульками по ночному городу искать приключения на наши задницы дадим чули какой японскую дискотеку сейчас забудут забуримся ну поесть короче размещение лошадь лаканулись и поехать поели китайскую кухню в японии поэтому сейчас будем до упора искать именно японскую вот дохрена чего смотрите везде едят везде едят японцы любят покушать зашли короче food market тут зараза каждый прилавок короче себе так манит все хочется съесть вот прям все взять и вот сидим сейчас голову ломаем что именно выбрать все так красиво готова уже не да короче взяли вкуснях набрали здесь еще прикольно здесь можно вообще не оплачивать это все не оплачивать и выходить и спокойно тебя до слова никто не скажет просто на твоей совести останется мы не оплатили вот ребят смотрите к культура вот чуваки стоят на кассе да вот подошел встал в кружочек и никому не в спину не дышит никого не толкает сзади давай быстрее вот ждет своей очереди вот они все такие пушки угарные друзья культура поведения культура стояния очередей токио я не скажу что мы их так много видели нам еще предстоит здесь неделю это увидеть но только это город очередей и никто не никуда не лезет вперед идем гуляем где-то не знаю заблудились нафиг решили магазинчик какой-то прийти оказались на станции метрополитена куда инда выйдем данютик язык это мы друзья шли шли и не туда пришли как вы думаете в японии поговорка язык до киева довезет работаете или нет так вот японцу сказать если английского не понимает даже как спросить у него вот мы куда пришли я так думаю здесь магазинчиков куча всяких что-нибудь для себя мы точно найдем найдем анютик найдем 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 смотрите отдыхать чувачок спит вот так вот японцы трудятся работают и отдыхают спи дорогой спи как же мне нравится когда все вокруг тебе кланяться хочешь почувствовать себя царьком и богом зайди в любой магазин в токио тебя блин обкланивают с ног до головы как вы думаете у меня анютка в магазин в этот защитила конечно же вот за этим сливовое вино или сливовое как там правильно по такой хороший еще цене ну не напомню компот компотом но ей понравилось самое главное блин тут рай друзья для сушников рольщиков еще только нету блин глаза разбегаются вот анютка опять взяла вчера и очень понравилось и мне тоже очень поменьше надо набрать давай вот тоже блин что-то не в обед то валят с работы не хотят работать что ли тут вечером просто жопа короче столько людей мы еще завтра хатика пойдем смотреть там еще больше друзья угадайте это чё за кипиш такой весь мир все страны азия россия снг латинская америка куда это мы нам или лишь интересно посмотрите преобладание красного цвета здрасте преобладание красного цвета это будет приветственная японская вечеринка в каком-то крутом месте на час на остров какой-то повезут будем вам праздновать праздновать мы будем второй день пребывания в этой охренительной крутой стране смотрите какие красотки вот это латинская там америка посмотрите смотрите африка нигеря 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 вон какие секси бэйбы смотрите огонь всем бэйбам бэйбы ну русские ребята попроще они решили все в джинсах идти потому что с головой понимает что холодно будет на свежем воздухе латиноамериканки они горячие девчульки африканки тоже так оделись платьишки ну что мы приехали вот такие девчульки нас встречают национальных одеждах какой-то тут крутое очень место проходят всякие церемонии награждения различные так далее сума огонь вообще такое шикардосное место ребята все зеленое на барабанах нам играют песни поют как будто мы блин не в японии где-то в азии классно девчонки свою стихию попали смотри услышали барабаны друзья смотрите нас какое шикарное место привезли такие виды карпы даже зеркально плавают очень красиво очень все ярко мне нравится кстати такие домики в стиле бонсайки это вообще просто бомбовые деревца карликовые очень долго растут их долго выращивать это в центре токио находится понимаете это не какая-то окраина это из центр все все фоткаются все чекинется класс такой райский уголок балдена какая красотка нас встречает но мы не не пойдем в ресторан мы пойдем на вечеринку короче мы везде сходим красота лепота а нет даже глобальный топ ой как красиво ой-ой-ой-ой-ой вообще просто пипец просто пипец слов нету ребята жил бы здесь вот реально жил кого-то вот какую-то сказку ты попал до чего все ярко до чего все аккуратненько красивенько были вот такой вы прудик домой поставить дом вот день вот здесь и наслаждаться этой красотой супер болен ручейки какие-то все текут водопаде ки супер 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 красота кстати сакура деда должна быть сказали тоже вот смотрите карпы плавают золотые рыбки их не местные часа друг у друзья смотрите карпы огромные стая целая мраморная или какие не там красота карпы и васильевы не сумасшедшие такие эти карпы плескаются мари там целая стая целая банда этих карпов вот как шикардос на ребята какое место просто обалдеть вот она туса жуса начинается чуть не снёс тетенька компания может удивлять конечно ничего тут всякие вкусняхи раздают и потом начнется дискотека приветственная вечеринка поздравить всех поприветствуют обалденное место конечно очень круто анютка решила детство вспомнить оригами вот 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 где настоящие оригами везде все китайской остальной подделка японии ребята только в японии ребята вот такие бывают сушеньки разноцветные смотрите крутяк попробуйте на вкус давай бумеранг сделать шакаев сергей нижнее подчеркивание кланяется чего-то короче я приезжаю в жест и делаю все такой же причесок огонь этот тренд тренд недели в этом году так что ребята будет весело не осмотреть пропустил тусовку ребят ребят отжигают стараются на барабанах бомбят красавчики ой ничонки отжигают пацанами дискотека 90 уехал а уехал я как весело я не уехал я ай красотка ай молодца посмотрите чё хобби вытворяют а узнаете этого дяденьку канашин кадры блин альбина самый главный зачищи короче здесь рекрутинг это как минимум апрель месяц самый дорогой сезон токио вот это типичная японская дискотека тантуют одни русские короче не мешай наш ответ эйвон ай блин вообще теплые так я живу снимаю какие соски культурные тени и на ощупь теплые теплые соски блин японка готова встретить русского мужчину 3 биланы блин а один из барнаула другой там высокобаровска соответственно давайте я вам давайте я вам оглашу ассортимент родичневого пара смотрите у нас есть хирург для героев кто сегодня хочет быть героем я думаю это для мужчин дальше у нас есть вот сикость-накость 850 иероглифов в пластиковой бутылке абсолютно безопасно можно бить по голове розочку из нее не сделать следующее для реальных мужиков кто не хочет мараться 18 градусов следующее абсолютно японский ну вы уже там продолжим это из первой серии вы помните что я об этом говорил это сахар с водой вы знаете с чаем еще смотрите анус кипер анус кипер анус кипер держатели андреса короче кто с андреса вот там вот дома с андресом ну что ребята спонсоры сегодняшнего вечера компания орри флейм интернешнл которая встречает этих уважаемых гостей в этой крутой гостинице восьми комнатном номере именно поэтому сейчас лежат парами и не парами просто лежат и андерсон должен быть андерсон вот такие подарочки подарили нам каждому новый скин про то же самое только куча насадок различных камень к и еще ультразвуковой до кучи завидуйте молча теперь шахаеву вообще самым красивым консультантом вот такие подарочки каждому консультант все и подарили вот такие подарочки сегодня нам каждому лидеру подарили новый скин про в принципе то же самое только чуть дизайн изменился щеточки крутые всякие насадочки и плюс еще ультразвуковой шахаев думал так самый красивый мужчина на в арифлейм но теперь буду еще круче не успел немножко вот такие подарочки нашим подарили новый скин про насадок больше и еще до кучи он ультразвуковой я думал так самый красивый в компании рефлейм но теперь буду еще круче еще молодее и красивей вот это такие дворики мера какой-нибудь японцы олигарха уж судя по тому в каких малюсеньких квартир как они живут здесь живут вот таких домиках только олигархи раньше реально все такое низенькая маленькая я вроде не геркулес были но такие за кутульки здесь малюсенькие как и окошки без стекол кстати природа конечно у них акуительная просто до других слов даже нет как все красиво все зелененькие садики эти огородики прикольно маленькие аккуратненькие деревца дайте блин каменные какие-то фонари я понимаю это фонарь каменный хуис ну японский чайный дом японский чай вот блин на камеру не передать вот этого всего как глаза видят а глаза видят совсем иначе спустимся по этим камням два глаза конечно круче смотрят видят чем один глаз камеры о колокол японский колокол вот такие домики красивые с такими крышами блин балдеет все такое же сделаю о кстати опьякники идут роберт и сын ориге ку колокол клево цветочки вся фигня так прикольно еще дракончик такой японский отломать что ли его себе еще один красиво сколько лет интересно вот этой штукенции а вот такой здесь у нас есть прудик смотрите кто у нас плавает привет хэллоу да потом потанцуешь эй танцор диска привет все в нирване чувак он не слышит никого консультант арифлейм роберт короче 4 колхозника решили прокатиться на метро блин так и ранее поняла дальше посмотрим чё тут написано я даже не понимаю какие языка его ну нам дяденька добрый подсказал сказал ребята идите нахер горит ну чё друзья мы в метре куда-то куда едем куда едем короче долго соображает интересное место увидеть для того брать внимание во всем вагоне кроме нас еще никто не разговаривает здесь нельзя разговаривать ну а нам-то чё мы не понимаем поэтому и разговариваем говорят японцы конечно культурные снимать нельзя но уже второй раз прилет на мою супругу мальчик молодой конечно блин я не знаю честно делать то придется на суше пущем короче девушка не девушка девчонки стоят пацаки сидят уперлись в телефон и типа мы не видим нифига сидите все наферен напротив меня девушка с пакетом я думаю уступить не уступить а вдруг обижу я же не знаю японских правил метро прикольная улица вроде ничего не закрыто и вот как-то все открыто под открытым небом и клёво мне нравится а нет остаемся в токио все поменяем нашу квартирку на домину здесь большую вот современный ночной токио начинается мне так нравится вот эти неоновые всякие вывески круто уже цивилизация такая более-менее а то мы живем вроде в центре нам такие малюсики домики вот чувак долой жириновского вот у них тоже смотрите против жириновского голосуют все за путина весь такой яркий весь такой красочный весь такой светится огонь огоньский мы заблудились короче мы не знаем едят они мышки тут гуляют и нам никто не может по-русски сказать где мы ходили тупили короче забыли про гугл-переводчик который голосом может людям говорить нормальные фразы включили чуваку и вот он нас ведет такой прям за бесплатно денег даже не попросил японии очень модно косолапить вот на самом деле она нифига не косолапая но вот молодежь если косолапит это считается просто супер пупсик пупер прям охренеть какая сексуальная хоть и ножки кривые но ничего зато косолапенькая ребят но в россии бы это хрен про канала чувак нас ведет уже пять минут показать нам то что нам надо хотя он просто стоял у кафешки блин хотел покушать мы его оторвали от этого дела в белые рубашечки молодой парень друзья вопрос такой на засыпку если бы в москве подошли чуваку и спросили как нам километра три-четыре здесь были найти улицу вот он пошел бы нам показывать чтобы он ответил чтобы нам москве ответили короче перехвалила чувака знаете чем понял что нам интересны детские игрушки короче и всякие платья ски нарядные для анимешечек но столько отработал свои пять минут бесплатно друзья угадайте куда мы попали на улицу красных фонарей поисках еды правда но вот нашли какого-то гея старого гея который под геишу короче косит пошли мы нахрен отсюда короче мы нашли место где покушать какая-то маленькая кафешечка у них такие кафе кафешулечки тут малюсенькие на три человека это да это целый гастроном короче принесли мне мой заказ все сырое 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 прям сырущее даже яйцо сырое и фарш такой же не рыба такая же но это это классный и рис там еще не сырой друзья заказал эту штукенцию мясо ну просто ворту тает и жачок только выловили прям при мне друзья принесли нам чек помогите пожалуйста накидут сумму я не то что у нас ласпедовский вот эти лохотроники тут вон какой лохотронище с каким большим захватом игрушка соответственно такая же целый этот вот эти парни которые за бабки то короче девчонок богатых обрабатывают на шампанское в своем ресторане они все красивые такие стильные зазывал и короче приводят ресторан и за твой счет бухают вот эти знаменитые ребята на стиле на красоте вот особенно стоит такое вот они тут все девчонок одиноких просто вылавливают вот они еще такие же и в друзья нас насылаются короче в друзья насылаются и сидят анекдоты травят веселят девчонку за ее счет короче пью шампанское в их ресторане и вот так далее вот на этом зарабатывают хорошие деньги за то что принесли ли своему бару бабосов короче друзья туда же в метро очередь стоит смотрите ведь они 500 тысяч очередей в каждую дверьку очень культурные ребята прям hd безобразие смотрите какая красотка и вот этот флам почему мат короче девочки все и на пятница в японии пятница есть еле держится а и но поверни личико дуль читай короче тут мода пацаки ходят с женскими сумочками это вообще у них так нормально обыденно вот похоже пошел короче стильный да нельзя блин будете друзья в японии рекомендую пиво местные ассахи не пиво а бомба реально очень вкусная очень приятно такое ну и считается она самое крутое и если вдруг кто-то в россии видел все друзья привезли нас камакура город такой это бывший бывшая столица токио твой японии кто не знал пока я городу не вижу как бы поселок городского типа японская малышня сидит отжигает привет ребята передайте привет команде масштаб масштаб чемпион какие злобные дядьки охранники короче святого места нас покушать или повели конечно всех тиграх надо пофоткаться посетить что первая наша экскурсия началась с великого будды камакура короче перед храмом надо обязательно помыть руки чтобы с чистыми руками трогать здесь все вон анютка делает омывание правой руки и левой давай быстрей левую руку обмывать видите как надо на себя выливать давай быстрее что ли уже шли мы короче шли и дошли вот этот парень 12 метров высотой есть еще один буду 18 метров и есть еще один буду пониже и всего три во всей японии вот такой вот он парня говора раньше был сделан из чистого золота сейчас только на одной щеке там чуть-чуть осталось и за ухом и все таком большой чувак это вообще где золото я не вижу за ухом золото и на щеке чет не вижу но сказали вроде как есть не не видно нашел я все-таки золото где у него вот на щеке смотрите видно вам не видно золото еще остались от вот 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 видно чуть-чуть намазаны какой-то весь пустотел и смотрите у него даже он какие-то лючки с окошками сзади на спине проветривается жарко наверное вот мы сейчас туда полезем короче ходе такого поверье если вот в эту дырочку ты пролез то значит ты очищен смотрите какие-то еще один буду сидит денежки накидали укрыли его чтобы ему холодно не было в таком это вот все друзья мы в очередном храме тут такая природа такая красота вообще зелененькое все такое разноцветное русские только везде отмешает на фотографиях а так вообще огонь о тут короче везде золотые рыбки плавать смотрите сколько много еще огонь это нормальные девчонки одеты вот это поседневная одежда у них три часа утром одеваешься три часа вечером раздеваешься в лав отеля не кстати этим занимать смотрите какие идолы прикольные и маленькие сколько им лет с 1300 года он по моему существует вот такие тут ходят тёлки таких девчонках коротких она когда поднимается у него просто вообще ничего нет полный айркул и тут карпики плавают тут везде короче во всех бедники карпики у них тут вообще ведь не разгуляться так все красиво блин а вообще как красотища он друзья смотрите какой айркул пол полнейший огонь что протопали мы столько ступенек кверху здесь у нас открывается замечательный вид на от гугло красиво анют оставай сюда я те же в инфу ребята всем привет мы на камакури это первая столица японии 1300 каком-то там году по моему она появилась вот это место мы за всех уже помолились все грехи всем отпустили да всем не лтошникам тоже отпустили грехи кто не делал 150 баллов своих друзья как красиво храмы 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 а вот там сейчас не видно попозже будет видно атлантический океан атлантический тихий океан ребят что мы хотим сказать вас не хватает вас очень очень не хватает мы я говорю же помолились мы бы очень хотели все конференции посещать всей нашей огромной командой представьте вот как это классно когда не ты один а все твои партнеры вместе тобой отдыхают где-нибудь там за 3 9 земель как вот сейчас сколько там по прямой 6000 половины получит получается если на поездах и на самолетах то около десяти очень классно такое место кстати такое святое я реально тут еще наверно денежку скину за вас чтобы чтобы реально всем грехи отпустил и чтобы следующий раз были с нами сейчас вам покажу тихий океан но здесь как бы такое место здесь все молятся вы смотрите видите это океан вас вон арифлейм орут камакури орут арифлейм все ребят давайте до связи мы все тут три дня пока 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 я так понимаю прах урны с прахом наверно где давай это типа мы все заповеди все что написано вот я бумажечка нужно по кругу пройти и прочитает вот эти вот эти заповеди очень много много топочек это все я прочел не за языка стильный чувак види какой стильный молодежный шерстяных трусах тут чувак ари готов друзья это крот с яйцами короче смотрите надо потереть два яичка чтобы у вас все сбылось что друзья мы в очередном храме интересное красивое место будем смотреть до чего короче такая хрень здесь и на палочке ананас чувак продавец игра с ним камень-ножницы бумага выигрываешь он тебе дает 2 за 200 проигрывать одну за 200 я выиграл у себя анютки какой храм смотрите еще вон какой на подниматься туда это детвора школьники чё на футболисты какие-то так классного такие крышу не прикольным нет быть балдею все с этими телефонные фоткаются этот кукушу вообще он с ним не расстается да зачем ты тоже с ним живет со своим а оля так для чего гаглоев детям детей инстаграм снимает а у краснодарис японские школьники короче эти рефлэймовцы они все грешники какие-то блин они все омываются и омываются второй раз не просто вот такой вот чистенький он и не обмывается кукушов самый косящик крутится третий раз хочет помыться какое-то красивое место мы опять пришли на прудик где плавают чайки плавают опять огромные рыбины смотрите кара карпище вот куда на и паха смотри черепаха водяная мари опа а это сейчас он какой-то вынырнет блин схватит за руку золотая он смотреть голубей столько летает вот смотри иди сюда иди брат сюда сюда иди сюда на на эти продажная душа какая как карпа может потрогать рукой блин еще давай опа я трогаю про яйца его до яйца видеть до яйца я поймал сейчас папа карпа приплывет и люлей тут отвешает ребята что нам показывают по фильмам это все фигня вот она черепаха ниндзя натуральная да накрашена на арифлэмом арифлэмом накрашены голуби тоже борзевший тоже ниндзя какие-то все не боятся никого вон один вообще два кореша сидят иди сюда 2 на руку ну давай на руку обалдеть голубь прилетит на руку папа я видео заснялась и огонь красавчик красиво красиво очень красиво прям все там тупик увидя как бегает как мальчик 13-летний о бородач нашел бородача смотрите немецкий бородач и саратовский бородач что красивее достичь фантастич из демони адольф или виктор шахаев красивее все равно что там блин говорить то ну вот короче сакура ребят уже подвятшие называется на глициния почему-то сезон уже закончился она цвела давно она сергеевна все у нас надежда голубя все-таки выловить не хотят не садится на руку она уже гули и уже семечек купила и покурить дала им не хотят он человек вы красивый вид все фото и все-таки ну какого дерево сейчас подпись давай кукушов всегда свое своем репертуаре все с девчульками самых красивых нашел и фоткается гоглоев гогло перекрыл трассу пробку создал короче он так и называется матча одинокие мужчины прийти в токио тут столько дешечек будет вас намывать набривать ему надо да конечно набрить ну какая раньше не пониже вкусно сладкая горько сладко немножко с анюткой купили традиционно мороженое зеленое короче горько сладкая вот эта фигня которая посыпана она горько и вкус зеленого чая зеленый чай для чай на мороженое друзья такая раздачка идет автоматически выбираешь все что тебе надо и кушаешься на дороге вообще прикольно автоматическая раздача делать выбираешь слушайте себе какие тебе нравится нифига сего лишь парит по-английски песня по-английски в исполнении витя витя поет песню а вы и друзья угадываете угадайте что за песню став став виктор туго ой как майами прям бежала ой 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 а подожди я не снял ой ой бежит утренняя пробежка на берегу тихого океана сборей как бегать надо друзья привет передаем вам охренительно огромный привет берега тихого океана это камакура япония туда-сюда любим вас обнимаем ну что друзья на сегодня экскурсия закончена с вас по 150 йен я так посмотрел 400 просмотров и получается так 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 40 тысяч с вас чуваки 20 косарей по-русски 25 всем пока вон гаишники местные остановили чувака за какое-то нарушение она не с перекрестка рванули копы смотрите прямой эфир как будут мочить нарушителя в японии очень вежливо мочат его мочит водителя за нарушение правил дорожного движения 10 раз не поздоровался 20 раз попросил прощения и улыбается вот так вот надо работать товарищи гаишники привет друзья куда вы думаете вот мы такие красивые нарядные идем гала ужин друзья подсказывайте куда такие вилки 15000 вилок на человека короче давайте помогать и 16000 стаканов ну чё друзья дошло время и достать и а потом и до вискаря так друзья анюта дегустирует соке давай вперед за вас слабенькая до 15 градусов всего лишь ребята я такой горячая была вода самый сексуальный мужчина рефлейм в одном месте мы на одной фотографии вот и вот не от самых сексуальных мужчин рефлейма сказал я у меня правильный ориентация настрой ну как вообще 4 красота посмотрите кто заедет александр обьёкник обалдеть а супер кланяемся марк магнусу красавчик хотела за двухметровый великан блин александр обьёкник я напишу ему я напишу я жила у лена и лом приближенный к императору председатель совета дикторов сына пьёкников александр обьёкник шел шел короче тут по райскому саду и набрел на русскую тусовку это в японии за 10 тысяч километров ребята привет мы опять поехали на экскурсию очередную по трем классным местам в Токио смотрите нашего деда какая интересная тетенька это друзья японская телебашня смотрите что она вам напоминает перегородить какой храм в центре города башню потом покажу это как эйфелева башня короче местная один в один и не может быть сам если не интересуетесь пожалуйста это да 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 экскурсия нету да нижняя часть такая же как его франция это третий месяц опять но в третий месяц построили здесь джамок и к сожалению джамок разрушены поэтому это не сейчас но просто представляете здесь было те трехсотлетный джамок едем в императорский дворец и вокруг это ров это защиты вон она так понимаю этот императорский дворец сейчас быть не мог идем будем вас травить ужином императорским вот я так понимаю императорский дворец народу говорят дохрена и вот это все арифлеймовцы короче иди автобусы сегодня день арифлейм для Токио праздник обороты сделаем а это деловой центр Токио вот на этой площади мечтают купить свой офис любая компания мира он здесь очень дорогой конечно не купить а арендовать в Токио вообще нет ни у кого ничего и своего из жилья все только в аренду то есть все люди живут в съемных квартирах нет собственных квартир нет собственных домов именно в самом Токио смотрите какой пенсионный фонд веселый вышел погулять японские бабуськи без дедусик красота вид отсюда шикардосный бегуны какие-то тут бегают чемпионат мира что ли по легкой атлетике быстрее 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 давай 400 лет назад построили вот этим деревьяхам 400 лет въездные ворота в императорский храм дворец вернее привет друзья привет друзья как там по японски как там по японски коничуа коничуа мы уже почти научились разговаривать мы даже знаем как по японски спасибо оригато и надо вот так кланяться и кланяться уже умеем смотрите какие небоскребы сзади шикарные ребята это деловой центр Токио мечта любой компании иметь здесь офис что нравится здесь такое сочетание древности и современности покажи 400 летний рост вот там стоял императорский дворец кстати он до сих пор стоит нет он не стоял он стоит просто мы да не с того ракурса с ним ведем съемку красивое место такое шикардосное вон вон арка вот вход в этот императорский дворец а вон что и морда но на фоне кстати идут там мы просто хотим вам передать солнечный привет из этой замечательной страны и пожелать вам такого же позитива который есть вот у этой нации японской и просто улыбаться как там по японски мудрость улыбаться и что-то еще в общем заканчивается что-то так да мы вас очень любим и ждем вас в Японии пока блин как же красиво а как же красиво зараза ты тоже красиво ну давайте банда смотрите утки бесстрашные селезни ворон охреневший корей конечно здесь ну вот смотрите какие прикольные утятки один там что-то уперся в спину себе дышит чемпионов везут выгуливает чувак своих собачек огонь просто так смешно вывез погулять собачек своих шкодики и сидят ждут конец дошли до цивилизации то в парке уже немножко надоели хотим по магазам пошлёдрать идем посмотрим что тут есть то ничего привет чувак помахай ручкой привет он не разговаривает с учителем да пошел в жопу вот кто хочет с нами поговорить привет привет как ты видела привет кивай кивай здарова привет смотрите привет 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 ха 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 такийцев сегодня выходной вы посмотрите там улица как забита это просто прохожие писяндра что не туда не пойдем балдеть повылазили здание вроде как здание а наверху деревья они японцы кстати постоянно высаживают вот где только можно зелень потому что тяжело дышать бывает летом особенно когда загружена трасса ой дорога кстати по поводу японии такая штука здесь никогда вы не найдете подделки уже за это тут вообще не знаю что делать с ними везде только оригинальные вещи только от настоящей бренды стильной продавщицы конечно все красотки такие оба сранские очень стива какая длинного японочка моя 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 японочка прикольно здесь велосипед оставляет вообще не привязан не пристегивает ни к чему просто поставляли и все никому даже голову не придет отработать вот этот к примеру электрический велосипед который стоит херу тучу бабок классно ребята короче кругом сувениры шум гам трясут что-то все сакура с подвешенными листы лепесточками вон какие фонарики у них охренеть фонари так фонари ну я так понимаю что это фонари конечно народу сегодня как грязи Москва отдыхает просто что-то малышня попрошайничает на что-то одни короче эти рекрутеры такие смешные смотрите на эти рожицы потешные а вот это друзья тот самый известный перекресток он вечно мелькает в фильмах в документальных различных фильмах самый загруженный смотри сколько народу самый загруженный перекресток в Токио на площади Шибуя там где хатика пипец народу пипец вот это перекресток кстати вот как раз он мелькает во всех фильмах в документальных фильмах самый такой крупный самый загруженный всегда ну кроме как ночью рассосались наконец-то ой это что за кинозвезда у меня идет такая ой Анна Сергеевна привет ты какими судьбами здесь ха-ха-ха Анютка кинозвезда съем как фильма о самом известном перекрестке здравствуйте 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 знаете что было прикольно когда здесь столбец вот просто стоишь они все двигаются вот двигаются да так и получилось видео все вроде во автопробег Голопом по Европам Катаются такие мы через перегресток только что прошли все хорошо миллиард человек встретились в одном месте охренеть только народу с Анюткой гуляем по самому большому перегрестку самому пустонаселенному со всех сторон люди идут Смотрите, там что происходит. Жопа. Давай, давай, там какая-то скорая едет. Друзья, помогите найти здесь вывеску магнит. Магнит, пятерочка какая-нибудь там. Или Ашан. Ни хрена ведь непонятно. Или там где-то. Анька, ты знаешь, где магнит? На крутой улице мы находимся. Тут Гуччи, Шмуччи всякие, Фенди. Apple Store. Огромный, кстати, магазин. Но мы туда не пойдем, потому что мы фанаты андроида. Армани. И что интересно, в Японии вообще нет подделок. У них просто запрет на это. Сразу башку отрубают. Поэтому все, что продается, все только настоящее. Оригинал. Ну, короче, такая лакшери, макшери улица. Все только в бутиках, все так солидно. Дорого, дорого. Но зато классно. Столько япончиков в одном месте. Это в детских магазинчиках, вот этих игрушечных. Ни одного ребенка, все взрослые. Девчонок очень много, выбирать всякую хреньку себе. Сумочки там всякие, брелочки. Вот это уже посерьезе магазинчики. Роботы. Различные. Звездные воины. Так далее. Звездных воинов. Под музыку, короче, себя отжигают. Так прикольно. Под музыку звездных воинов отжигают. Так выгарно, блин. Все надели, стоят, танцуют. Короче, без знания города и понимания, где какой магазин, тут хер победишь, короче. Куда тащиться? Hello! Девчульки машут. И столько народу. Ну все, и воскресенье, понятно. Наконец-то у япошечек выходной наступил. Как они счастливы. Потрать свои бабосы, заработанные за неделю. Кстати, у японцев никогда нет отложенных денег, потому что отец семейства, он копит всю жизнь на похороны всем своим родным. Понимаете, да? Умирать в Токио очень дорого. Средняя стоимость земли, чтобы тебя похоронили, это где-то около 80-100 тысяч долларов. Вот такие пироги. Он на всю свою семью накапливает всю свою жизнь. Все оставшиеся деньги они тратят на еду и на съем жилья, потому что в Токио вообще нет ни одной собственной квартиры. Все сдается только в аренду. Пипец! Кстати, вот в торговых центрах все отделы так красиво сделаны, если шикарно просто сделано, вот реально заходишь и так и хочется чего-нибудь купить. Вот это вот профессионализм, который не пропьешь. И очень, кстати, большой выбор, разнообразие огромное. Не то, что вот у нас каких-то там таких отделок, да, брендовых, там три модельки какие-нибудь висит, типа новый привоз и все. А тут вот реально очень много всего. Друзья, это жопа какая-то. Ходить с девчонками по магазинам. Песец, что в Японии, что в России. Нашли. Диск... Сохранительный, короче, скидка, что-то 50% американские джинсы. Тут просто убийство. Короче, что в России, что за границей. С женами ходить, шопиться точно нельзя. Это песец. Увидела. Твою идти, там очередь километр, как в Мавзолей. Вот эта типичная Японка идет. О, видите, барби пошла. Ну, совсем шекси-шмэкши. Народ в Токио, конечно, молодежь особенно. Вообще, до безобразия стильно выглядят. Ну, классно, прикольно как-то вот. Не увидишь девчонок в одинаковых кофточках. В одинаковых шмотках. Все в разном, что попало. Короче, я так понимаю, они одеваются по принципу, что нашел, чье это бабушкино, дедушкино, вообще плевать. Натянул и пошел. О, нет, две инкубаторши прошли все-таки в одинаковых юбках. А так вообще, ну в чем попало ходят. Это местная достопримечательность. Хрен, это для чего она и как она называется. Даже, что, 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 это просто кошки сидят в коляске. И дяди выгуливать, не беря за это денег. Друзья, видели Бадю, нет? На картинке на маленькой я тут заказал. Ёлки-палки. На больше твоей головы, по-моему. Люди нормально еще едят палочками это все. Пипец. Огонь. Приятного аппетита, Сергей. Спасибо. Деточка, ты не лопнешь? Нет, я думала, что здесь маленькая такая, вот как на картинке. На картинке смотри, какая все мелкая. Она, по-моему, больше моей головы. Обалдеть. Я тоже не знаю, как вот это все съем. Я тогда вечером буду этими палочками лопать. Такая ядерная острая кринька. Вообще, обалдеть. Дорогие у тебя неплохо получается. Ниди любви поди уже. Сергей, вам нравится это блюдо? Очень. Не острое? А что там плавает? Мясо. Мясо? Мне кажется, вермишель. Японская. Огонь. Друзья, все-таки ушатал этот суп. Вот такой, блин, казанищий, елки-палки, полный, сверху. Что ж там было, все съел. Не знаю, у меня уже все жжет вокруг, блин. Хотя я остро люблю. Тут вообще ядерное. Но вкусно, очень вкусно. Мы опять попали на этот сумасшедший перекресток. Огонь. Огоньский. Дунцумлар. Обычный японский перекресток. Нет, друзья, у нихига необычный. Это самый знаменитый японский перекресток. Бегом, 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 Анютка. Миллиард народу на один квадратный метр. Даже, прикиньте, билетов в метро нет. Задержки, обалдеть. Именно на этой станции. Что, друзья, приехали мы в Акихабар. Акихабара, станция метро. И вот этот весь район, это электронный рай. Для гаджетоманов и прочих, прочих, прочих. Все, что угодно здесь можно найти. Будем лазить сейчас. Один из них мы нашли. Тот, который искали. Биг-камера называется. Народу не меньше, чем в центре. Вот что приятно, да? Тут обычный вроде электроники магазин. Одни бренды. Гуччи. Ролексы. Миллион тридцать девять йен. Миллион двести сорок девять. Ну, смело делите на два. Классно. Тиффани. Часики. Часики. Гуччи. Ну, пятьдесят, шестьдесят тысяч получается. Средняя цена. Ну, даже дешевле можно взять. Ты знаешь, что процентов, что это не подделка. Заколебали по городу всему. Гонзу целый день. Еще в разных... В разных... Видите, где-то, блин? Я так понимаю, это на прокат. Все, вот мы его нашли. Тот самый. Йодаши Акиба. Все, теперь Сережу потеряют здесь. Часа на два точно. Я нашел то, что я хочу. Электрический велосипед. Бомбовый. Где-то около 130 тысяч рублей. Часа. Часа, самое прикольное. Так он еще и складывается, ребят. Вот в такую хреньку он превращается. Все, его можно брать домой. Или в рюкзак. Друзья, если у вас жена слишком много разговаривает, есть специальный пластырь для нее. Рот заклеиваете и все. Японские авиалинии. Как же вкусно они кормят. Даже фотографии чуваков, которые все это готовили. Ну и винишко, конечно. А потом может вискарик. Мороженое. Какая-то фигня. Какая-то еще ее. Курочка с рисом. Не знаю, соус какой-то. Салатик. Ну, Анютка немножко другой что-то там выбрала. Привет, кирис.